Краткий курс техники безопасности. Экскурсии по стройплощадке начинаются у стен спортивной арены. Сквозь переплетение бетонных и металлических конструкций прямиком к самой высокой отметке стройки на сегодня. 9 метров над уровнем поля. С первого яруса трибун Саранский стадион выглядит так. Мы находимся с вами на отметке плюс 9 метров. Это место завершения первого яруса трибун. Это место, где будет располагаться основной выход на трибуны. Дальше у нас еще выше три этажа. И верхняя отметка 21 метр. Понять каким стадион будет в высоту можно уже сейчас. Верхняя точка будущей кровли ниже башенного крана примерно на 7 метров. Фактически арена похожа на матрешку. Внутренняя и самая маленькая часть чаши это лишь первый этаж. Его сейчас завершают. Каждый последующий будет охватывать предыдущий. Сооружение будет по-настоящему огромным. И оценить его истинный масштаб пока трудно. На данный момент проектные работы, будем говорить, подходят к стадии завершения. Ведутся работы по проектированию металлоконструкций. Проект поступает своевременно. Работу нашу он не тормозит. На данный момент скорость выполнения работ соответствует нашему графику, будем говорить, на которой мы ориентируемся. И планируем наращивать темпы, чтобы не доводить, скажем, до критических точек. И постараемся сделать в отведенные сроки. Смотреть матчи можно будет в любую погоду. От дождя зрителей защитит специальный козырек. Трибуны максимально приближены к футбольному полю. Первый ряд на уровне газона. Тысячи строителей в две смены ставят опалубку и заливают бетон. Под основанием стадиона тысячи бетонных свай. Они крепко удерживают сооружение. Уже понятно, где будут раздевалки, президентская лужа и парадный вход. Само поле пока представляет собой бетонное основание под газон. С внешней стороны стадиона только основание для колонн второго и третьего этажа. Сейчас хорошо видна лишь ближайшая очередь трибун. Это первый этаж. Второй и третий будут располагаться здесь. Сейчас здесь отчетливо видны лишь опоры под будущие трибуны. Стадион планируют завершить к декабрю 2017-го. Потом здесь пройдут первые тестовые соревнования. Юлия Пурнова, Александр Гурьянов. Наши новости. Продолжение следует...